Красотки мои, всем привет и добро пожаловать на канал Иринка Мискик, если вы зашли ко мне впервые. Меня зовут Ирина. И да, я мама и сегодня хочу с вами поговорить на такую тему. Я снимаю все в машине, потому что мне сейчас так удобно. В общем, сегодня я хочу с вами поговорить и рассказать вам свою историю родов. Немножечко задену беременность и просто хочу с вами поговорить на эту тему. Если вам интересно такого рода видео и вы не знаете, чем себя сейчас засаживаетесь поудобнее, берите кружечку чая и надеюсь, данное видео для вас будет интересным, полезным, поучительным. И вы для себя подчеркнете именно ту нужную информацию и не будете совершать моих ошибок. В общем, либо вы поделитесь своим мнением, может быть у вас есть какое-то мнение по этому поводу. В общем, все пишите в комментариях. Не забывайте, кстати, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики и поставить лайк нам с Кирюхой. У меня тут Кирюха рядышком со мной. Мы ездим по работе, по делам. Но я решила все-таки с вами поболтать на эту тему, потому что у меня на канале будет мамская рубрика. И я хочу с вами поговорить о многих темах. Это будет и развитие речи ребенка. И в общем, все-все-все хочу поделиться с вами своим опытом. Сейчас моему сыну 5 лет и 9 месяцев. Да, он Кирюх показывает вам. Он у меня сегодня на переднем сидении, тут на кресле едет. Поэтому он у меня так. Только его ушко торчит. В общем, да. Так что сбилась немножечко. Сейчас Кириллу 5 лет и 9 месяцев. И только вот сейчас, вот у нас в России, вот сейчас Кириллу 5 лет и 9 месяцев. Только сейчас я готова с вами поговорить об этой теме. Ну, наверное, просто пришло время. И я готова вот так вот вынести вам, мои дорогие подписчики, моему дорогому зрителю данную информацию. Потому что, видать, надо было мне какое-то время именно молчать об этом как-то. Да, вот, ну, как говорится, всегда всему свое время. То есть не нужно торопиться, спешить и вот так вот. Ну, так вот. Кстати, это я только поняла сейчас, спустя столько лет, когда подросла. Когда дожила до своих 30 лет, я поняла то, что нельзя торопиться, нужно вот все, что было размерено и всему свое время. Ну, так вот. Начну с того, что я не человек с идеальным здоровьем, знаете, там, с идеальными отношениями вокруг. Я достаточно сама по себе непростой человек, наверное, для кого-то я очень сложная. И к тому же у меня еще небольшое, не идеальное здоровье, так скажем. Да, то есть как бы не близко к идеалу. И это все из-за того, что у меня есть определенная травма с детства, которая до сегодняшнего дня мне так или иначе аухается. Первый раз, когда она мне аухнулась, когда я занялась ею, активно, так скажем, мне нужно было заключение врачей, потому что мне было уже тогда 18 лет, то есть как бы близок детородный момент, когда вроде бы я могу уже выйти замуж, да, там, как бы перспективу задуматься. И я пошла к врачам узнавать, что и как, чтобы они мне что-либо сказали очень хорошего. Но тогда мне врачи сказали, что мне нельзя беременеть, мне нельзя рожать, опасно для жизни моей собственной. Поэтому еще мне сказали, у тебя ничего не получится, измучаешься и ничего хорошего из этого не будет. Потом мне то же самое сказали в 22-23 года, мне сказали о том, что тебе нельзя беременеть, тебе нельзя рожать, то есть как бы вот имею в виду. И я могу сказать, я очень сильно расстроилась. Так как я человек, который борец, и я всегда стараюсь бороться с любыми сложностями и любые заключения врачей, я просто решила в свое время их не просто как заключение, да, там диагноз, все, точка. Я к этому отнеслась немножечко по-другому и сказала, что это всего лишь мнение вот этого круга врачей, что в этой жизни все зависит именно от нас, как мы захотим. И я начала встречаться с молодым человеком, потом мы с нами стали с ним жить, и я забеременела. Мы забеременели, так скажем, у нас с моим молодым человеком возникла беременность, которую он очень сильно хотел. Он ее просто желал с момента, как мы только начали с ним встречаться, и даже мне казалось, это немножечко, знаете, как-то ненормально. Но было, конечно же, по-женски, правда, девчонке приятно, потому что, ну, не каждый мужчина может сказать, там, когда встречается с девушкой, что я хочу, давай с тобой будем рожать детей, будем делать семью. Ну, вот так вот. Ну и вот. Беременность началась у меня, в принципе, как у всех, да, там на меня было это ожиданной неожиданностью. Как-то вот так вот все это было непонятно, сумбурно, но в то же время очень, как-то, знаете, так бабочки в животе, очень много положительных эмоций. Мы с мужем сильно радовались этому, мы не рассказывали родственникам на первых, там, неделях. И это как раз случилась беременность перед Новым годом, и мой супруг, мы с ним договорились, то, что мы обрадуем своих родителей, я своих родителей, он обрадует своих родителей. И именно 31 декабря почему-то вот мы захотели им сделать приятное, потому что еще к тому же мы уехали, мы уехали от родителей в чужой город жить. Рядом с нами никого из родственников не было, ни родителей, ни бабушек, ни тетушек, ни дядюшек, и сейчас мы так живем, у нас нет никого здесь родственников. И мы решили именно вот в новогоднюю ночь мы с ними не будем, но мы им сделаем приятное. Мне кажется, это прям, ну, сумасшедший, конечно же, подарок для родителей, когда знаешь, что, допустим, дочка либо сын начинают жить вместе, когда они начинают жить вместе, и они станут бабушкой и дедушкой, да, то есть как бы это, ну, я не знаю, для меня лично это просто умопомрачительный подарок, который могут дать дети. Ну, так вот, почему я? И 31 декабря мы с моим супругом сообщили о нашей беременности его родителям и моим родителям. Мои родственники, мои родители, моя сестра, брат, они очень сильно обрадовались, они там гуляли до Рождества, отмечали мою беременность, они просто, ну, были вообще в дичайшем восторге, то, что они станут тетями, дядями, моя мама станет в четвертый раз бабушкой, то есть для нее это было прям, ну, реально, она обрадовалась. Но, к сожалению, со стороны моего мужа родители не обрадовались, они это приняли в штыки, и нашу беременность они опозвали моей беременностью, там было очень много негатива сказано в мою сторону, и этот негатив был на протяжении всей беременности. И это всего лишь результат того, что мы с моей свекровью изначально не смогли договориться, у нас не получилась диалога, я ей не понравилась, и поэтому вот это все и вытекло, то есть как бы как-то так. И на протяжении всей моей беременности я пыталась все время договориться со своей свекровью, как это умело на тот момент своего возраста. Она там что-то мне пыталась сказать, но это все привело к тому, что, во-первых, тяжелая беременность, и потом у меня в 5, где-то было, когда было 5 месяцев беременности, у меня резко упал гемоглобин, началась гипоксия у Кирюшки, у плода тогда, да, у ребеночка в животике, у нашего Кирилла, началась дикая гипоксия, у меня гемоглобин и так, он как бы там не особо, знаете, на педестале был, но он у меня настолько сильно упал, и участковый врач, который меня наблюдал, она, знаете, такая очень хитренькая женщина, да и я глупая на самом деле тогда была. И она мне просто, я прихожу к ней, говорю, я себя ужасно чувствую, там, что такое, она, естественно, анализы видит, что гемоглобин упал, показатели очень такие критичные. Я ей говорю, наверное, меня нужно госпитализировать, ты такая, знаешь, вот сейчас я тебе даю листочек и ручку, и ты, пожалуйста, мне напиши о том, что в случае чего претензий к врачам не имеешь, и ты, собственно, ручно отписываешься, отказываешься от госпитализации. Я спрашиваю, почему? Ложите, я не хочу, я боюсь. Она говорит, нет, я тебя ложить не буду, потому что фиг его знает, что там с тобой, что за фигня, ты человек здесь приезжий, ты нерасписанная, ты состоишь не в браке. И вообще там, знаете, относились такое впечатление, что я, знаете, какая-то вот, простите, потаскушку, а какая-то вот и вот вообще, то есть это какое-то непонятное отношение врачей. Ты не замужняя, но ты беременная, значит, ты какая-то не такая. Почему мы не зарегистрировались с супругом? Лишь только потому, что когда мне врачи сказали, что... и докажу свою предыдущую мысль. И я, собственно говоря, подписала, написала о том, что претензий не имею, и просто пошла по платным врачам бороться с этой гипоксией. Я пошла по всем платным врачам, чтобы как-то что-то выровнять эту ситуацию, но абсолютно все платные врачи мне говорили, ты понимаешь, что сейчас твой организм находится в таком состоянии, что ему и так тяжело было, у тебя показатели были не самые идеальные, а тут еще, понимаешь, как бы у тебя гемоглобин упал, то есть тебе сейчас нужно поднять гемоглобин у себя, у ребенка, то есть это очень тяжело, и я колула укол, и пила разные препараты для того, чтобы хоть как-то, и скажу честно, большими усилиями хоть как-то что-то пыталась, но гипоксию никак не снимали, она действительно была, я это все чувствовала. Ребенок постоянно в животе у меня, Кирюшка, был беспокойный, у меня не было момента, чтобы он у меня как-то был спокойный, но это показывал ребенок с 5,5 месяцев о том, что ему дискомфортно, не хватает постоянные коды, то есть постоянные вот эти вот какие-то показатели. И я, собственно говоря, из-за того, что никого рядышком не было, и вот это какая-то всеобщая напряженность, я подписала эти документы, о чем сейчас очень сильно сожалею, но что было, то было, собственно говоря, и на протяжении всей беременности у меня так и шла конфликтная ситуация с родственниками, с моей свекровью, с моим свекром, мы никак не могли с ними договориться, мы все пытались, пытались, но ничего у нас не получилось, потому что у них была своя правда, у меня была своя правда, и вот все вот в этом было, то есть я ждала, я ждала, конечно, от своей свекрови, что она ко мне отнесется как женщина, понимающая то, что под сердцем я ношу ребенка, то, что сейчас речь шла не обо мне, речь шла именно о ребенке, но это было как бы, она была ослеплена, не знаю чем, но вот так оно было. И помимо всего того, что гипоксия у Кирюшки была тогда, в момент беременности у меня, у меня еще не идеальные мои показатели, и врачи, которых, ну, которых я бы наблюдалась, допустим, вот этот участковый врач, тот врач, у которого я наблюдалась, печен, мол, она мне дала эту бумагу, просто у нее уже были ситуации, когда роженицы не доживали, когда были, да, вот не очень хорошие ситуации, поэтому она, собственно говоря, мне и сказала о том, что она, пиши бумагу, чтобы не было ее ответственности передо мной. Вот, и когда я уже, наверное, месяца в 7 была беременность, и мне многие в платных клиниках, в которые я ходила, врачи, они мне говорили, давай вызывать роды, давай что-то придумывать, как-то предпринимать меры, но, знаете, внутри меня что-то говорило, ребенок должен быть доношенным, ребенок по максимуму должен быть доношенным, и как-то, вы знаете, вот я на тот момент, эти вот гормоны, непонимание всего, это всеобщее, вот наказ с родственниками, вот эти все, обострение этих гормонов, это, знаете, тот момент, когда и так головняков вот эти гормоны скачет, еще вот это все сверху, и вообще не идеально все вокруг, и муж постоянно на работе, в командировке, он периодически там куда-то уезжал, и я вот с этими проблемами один на один, все эти переживания, и в тот момент, когда мне уже надо рожать, мы начинаем искать врача, где рожать, я там, знаете, просто дохаживала, то есть я помимо того, что с 54 килограмма я прибавила, стало 80 килограмм, то есть я стала достаточно тучная такая, на нервной почве я все, видать, жевала, и все как-то было непонятно, и это все какое-то, знаете, я была таким огромным кошелотом, с огромным животом, и все, что, знаете, там вообще просто жесть, конечно, то, что было тогда, и от меня врачи еще отказывались, не хотели у меня принимать роды, они мне говорили, да ну нафиг тебя, я им когда приносила все, что мне там, да, понаписали врачи, то, что мне там с Ализаров кидали рекомендации, они такие, ну нафиг тебя нет, мы не будем тебя принимать, у тебя роды нет, то есть ищи где хочешь, и в одной клинике, в одной, точнее, в одной больнице, в одном роддоме мы нашли врача, который сказал, что да, все окей, я у тебя приму роды, там, все будем, сделаем, и я сейчас, кстати, еще могу сказать, еще один человек, который меня очень сильно поддержал, это была бабушка моего супруга, она мне всегда говорила, Ириш, тебе должно быть фиолетово, на все, что говорят, то, что тебе говорит, тебе должно быть фиолетово, и ты должна думать только о ребенке, да, сына, подожди, пожалуйста, и что вы думаете? И знаете, я хочу сказать, что у меня был момент, когда вот мне казалось реально, то, что я потихонечку схожу с ума, потому что вот именно тот момент, то, что от меня отказываются врачи, все время вот какие-то внешние факторы, да, там, скандалы, очень громкие, с моей там свекровью свекру, мы никак не можем договориться с ними, и вот эти вот врачи, которые ничего толка мне не могут сказать, вот эти, вы знаете, когда ты еще идешь уже, тебе рожать хочется уже, да, там хочется вытащить ребеночка, чтобы он уже, сынок у нас был тут с нами, чтобы у него все было хорошо, они еще говорят о том, что нет, мы у тебя не будем принимать роды, ну, нафиг с такими показателями, и я хочу сказать одно, Кирюш, разденься, раздевайся, расстегивайся, давай-давай-давай, и вот когда мы находим врача, одного-единственного, который говорит, окей, я у нее приму роды, окей, окей, я буду, естественно, вы понимаете, да, то, что это не за красивые глазки, но мы с ним договорились, и вот, 26 июля у меня отходит пробка, воды не отошли, просто отошли, начали схватки, отходит пробка, я звоню этому врачу, говорю, так и так, он такой, хорошо, ты сейчас контролируешь, что там у тебя, как там у тебя, и ты мне просто, если они у тебя в схватке учащаются, то ты приезжаешь, почему у меня, он не положил заранее, спросите, а я не знаю, почему, со всей моей историей, карточкой, которая же у меня была, предоставлялась, вот эта, знаете, родовая, это предродовая, это как она там, книга беременности, он мне сказал, то есть я не могу тебя положить заранее, то есть как бы, но я приму у тебя роды, заранее не положу, но вот, вот так вот, но что нам было делать, мы в чужом городе, и ни друзей, ни знакомых, ни связи, ничего нет, мы, естественно, идем так, как получается у нас, и у меня начинаются схватки, они у меня учащаются, и когда у меня становятся схватки уже прям такими ощутимыми и постоянными, мы едем в роддом, я прозваниваю еще раз врачу, он говорит, окей, окей, я сегодня на смене, все. Я приезжаю туда, ехать нужно было в другой город, 50 километров, правда, но все-таки в другой город, и мы потихонечку туда поехали с супругом ночью, и я молилась Богу, девочки, простите, вот не поверите, мне кажется, я никогда так много не молилась, как вот в ту ночь я молилась, я просила Бога о том, чтобы только бы все с ребеночком было хорошо, чтобы вот все было с нашим сыночкой хорошо, чтобы вот он родился здоровеньким, чтобы все у него было хорошо, чтобы он родился живой и здоровый. И мы приезжаем туда, он меня, естественно, забирает, говорит, да, все, пошла родовая деятельность, мужу говорит, все, давай, иди, готовься становиться папой, все будет хорошо, я тебе обещаю. Меня, естественно, везут в патологию, медсестру подзывает, мне говорит, все, давай, иди, прощайся с мужем, и подзывает к себе медсестру. Медсестру подзывает к себе, я мужу все забрала вещи, пошла, поехала в отделение с этой медсестрой, она мне сказала, где там, в какой палате мне быть, и у меня эти схватки, я там, знаете, ну, девчонки, кто рожал, вы знаете, эти схватки во всю там идут, и я такая, думаю, блин, вот скоро уже, ведь скоро все будет хорошо, и она меня, медсестра задает, говорит, пойдем, я тебе сделаю кое-какой укольчик, и она мне ставит укольчик, она мне ставит укольчик, мне сказала, что она ставит витаминки, и у меня перестают схватки, у меня они просто прекратились, вот остановились схватки, нет, все, то есть как бы там каждые 15 минут схватка была, да, и потом хоп, у меня нет схватки, я заснула, я заснула, потом стала просыпаться ночью, у меня периодически схватки приходили, я лежала с девочками, они подходили ко мне, там тоже беременны, они говорили, блин, что с тобой, как бы, что такое, я говорю, девочки, я ничего не знаю, и вот, все прям описываю, то, что у меня там все везде тянет, у меня, говорит, такое состояние, говорю, что я ничего понять, не могу, все болит, все больно, ну, я, естественно, вспоминаю, что как надо дышать, хотя курсов не было, но я так перечитала кучу литературы, как надо дышать во время родов, как нужно себя вести во время родов, я это, конечно, все почитала, ну, так вот, и утром встаем, там, естественно, меня подзывает к себе медсестра, я говорю, пойдем, я тебе поставлю укольчик, я ей говорю, вот так и так, у меня были схватки, было больно, она говорит, ну, пойдем, я тебе сейчас поставлю укольчик, и мы с тобой сделаем КТГ, посмотрим, что там в ребеночке, как, она ставит укол мне, идем, делаем КТГ, что вы думаете, КТГ показывает то, что у меня нет родовой деятельности, она говорит, ну, вроде как, у тебя там с ребенком все, как бы, все нормально, она говорит, все у тебя нормально, а я прям чувствую, у меня там, я хожу по отделению, и мне схватки идут, я подхожу к медсестре, говорю, мне больно, я не могу, она говорит, иди поешь, я говорю, какой есть, мне все болит, я не могу, и вот проходит 27-е, с 26-го на 27-е я туда приехала, у меня схватки, вот эти вот идут, они мне ставят укольчики, вот эти поставили, я проходила 27-е, ко мне приехал супруг, я ему говорю, так и так, я себя чувствую, прям вообще не могу уже, кое-как, он такой, блин, что такое, наступает ночь, с 20, так, 27-го, подождите, нет, с 25-го на 26-е я приехала, с 26-го на 27-е я там, получается, с 25-го я туда приехала, с 25-го на 26-е я там была, с 26-го на 27-е я опять там ночую, и все с этими схватками хожу, и потом уже с 27-го на 27-е, они мне все это время ставят уколы, а я все хожу, я ему периодически скулю, говорю о том, что я чувствую, у меня это схватки, мне вот как бы вообще там капец, вы понимаете, мне сложно, и тяжело, и ночью кричу, взвизгиваю, потому что нереальная, боль тех, кто знает, что такое схватки, девчонки, вы меня понимаете, так я вот с ними была, вот двое суток полных, и с 27-го опять ко мне приезжает супруг, говорит, ну че, ты когда во мне родишь, а я уже никакая девочка там, у меня уже просто, на мне нет сил, я уже кое-как там двигаюсь, но я говорю ему уже, знаешь, говорю, у меня вот, ну, схватки идут, говорю, я ничего не понимаю, вот эти болевые ощущения, и мы все описываю, он говорит, ну да, говорит, вроде как написано же, что это схватки, и 27-го мне опять ставят укол, вечером, часиков в 7, а у меня вот эти вот схватки уже прям ярче, уже даже эти уколы не спасают, у меня прям идет прям больно, вот знаете, это вот прям ощущения все эти красочные, пробка естественно давно вышла, воды не отходят, просто ну не отходят, и мне одна из медсестер говорит, что ты ходишь, притворяешься, обычно там в воду должны отойти, и тогда уже родовая деятельность, ты там притворяешься, я на КТГ посмотрела, хватит тут ходить симулировать, вообще бы тебя домой отправить, и все в этом духе, я говорю, блин, ну мне реально, что мне вас обманывать, она мне опять на КТГ опять говорит, нет, ты меня обманываешь, нет никакой родовой деятельности, и потом 27-го, я два дня этих, я вообще ничего не ем, потому что я просто пью воду, мне реально хреново, представляете, ребенок еще голодный, в животе, я в этом стрессовом состоянии нахожусь, и потом 27-го, да, часиков, наверное, пол 8-го, где-то 8-9, я уже просто уставшая от этих сваток, и мне девочки в палате говорят, Ир, ты, говорит, понимаешь, что ты, говорит, сейчас дотянешь, она, говорит, непонятно, что с тобой происходит, и они, говорит, тебя на дурочку разводят, ты, ты либо, говорит, сейчас сама сдохнешь, говорит, никому, говорит, дела не будет, иди, говорит, пусть они тебя смотрят, почему, говорит, они тебя за эти два дня еще раз на кресло не закинули, не посмотрели, что у тебя как, а мне реально не закидывали, мне просто прокалывали эти уколы по рекомендации того врача, с которым мы договорились, и он конечно ко мне за эти дни не подходит я вообще знаете непонятно какая там вообще чё лежу что происходит я ничего не понимаю естественно мой супруг оказалось он звонит врачу и врач ему говорит все нормально нормально все наблюдают ее она там это у беременных такое нормально они вечно говорят все преувеличивается нормально и я вот 27 в 9 часов полдевятого может быть я уже просто подхожу медсестре главное говорю пусть меня смотрит доктор она говорит ты наглая почему тебя должен доктор вот идти по твоему просьбе тебя осматривать его понимаете у меня два дня идут схватки я ничего простите не жрать не пить не могу не сидеть не лежать не спать я уже просто устал вы понимаете я и говорю о том что описываю ситуацию горит то что вот как вот начинаю есть знаете вот это все тыкать говорить показывает все то что я записываю схватки она мят чуть ли не посылает в эротическое путешествие матом и там ведь ладно хрен с тобой типа сейчас я попрошу доктора доктора кстати зовут звали максим анатольевич на всю жизнь запомнила сейчас я подойду к нему если он соизволит тогда тебя посмотрит и она ему естественно преподносит говорит о том что одна ненормальная тут якобы у нее идут схватки якобы там что-то это но вот вот тот врач которому она договаривалась он даже не приезжает и не смотрит типа она какая-то симулянка ненормальная типа но смотрите и доктор такой говорит но раз жалуется что-то не так у беременной пусть давай горит я еще заводи ее сейчас во смотровую и посмотрю и что вы думаете то и наступает момент x когда меня смотрит доктор и говорит мне точнее я захожу в кабинет в это смотровой да и он не говорит знаете на меня так смотрит странно и отвечает типа давай закрабкивайся уже на это кресло я тяжесть посмотрю что там у тебя что-то что там у тебя за боли и я такая послушайте я не могу сил нет ну реально девчонки просто два дня вообще ничего толком не ела только пила там что-то кусочничала силы все потрачены уже была абсолютно вся измотанная но в этом наверное вся я перед тем как идти к нему на осмотр я пошла в душ потому что мне хотелось в душ я считаю что это были просто природные какие-то желания я пошла в душ и просто побывала полила себя тогда из этого кто из ленечки просто приняла теплый душ и мне немножечко становилось легче но я была вся уставшая там помыла голову как-то привела себя в порядок и вот к нему напросилась этому доктору на осмотр его звали максим анатольевич я к нему захожу так на меня смотрит такого-то вроде же такая как бы это чистенькая такая что-то не похожа на ту которая тут два дня мучается ему говорю ну реально говорю правда вот схватки идут ему объясняю он мне говорит ну давай залазить я посмотрю нет сил залазить он знаете так еще поржал надо мной типа слышать хватит симулировать мне тут сказали про тебя ждут как дурочка себя ведешь и все вроде как бы у тебя там еще родов-то и до родов тебе еще далеко хотя это у меня уже была 41 неделя шла и что вы думаете я вот кое-как вскарабкиваюсь на это вот педестал на это кресло и доктор был мужчина он смотрит заглядывает и говорит ё-моё у тебя уже вот она головка вот ты уже как бы да у тебя уже 20 минут до 1 до родов вот уже все то есть как бы это чё за фигня начинает кричать на медсестру сына не стучи она на него-то глазки выпучила и говорит так и чё говорит она ничего толком не объясняет тот врач с которым они договорились он сказал что там типа ничего у нее не будет он прописал ей и показывает то что направление это это рекомендация которая была от того врача с которым мы договаривались у максим анатолича вот этот врач который меня смотрел у него просто глаза по пять копеек знаете он такой это что такое быстро 20 минут на подготовку к родам в родовую быстро-быстро я ему говорю что что-то все это вот как ты понимаешь говорит сейчас говорит идет вопрос о том что живой ли там ребенок потому что горит во первых если тебя два дня действительно родовые все это шло у тебя все это вот вот одно и еще протыкает мне пузырь и там естественно он говорит а ты уже должна была родить это что такое начинают знаете там что-то кипишевать и меня быстро в родовую я по дороге звоню своему супругу говорю так и так все я пошла рожать вроде как он на меня смотрит ну давай говорит я надеюсь что все будет хорошо а сам там на измене на перепуге весь и я кое-как уже так увыляла до этой родовой захожу в эту знаете солдеповская комната где там прямо ну вот реально отпечаток там на 60-х годов они меня ложат и знаете вот я легла у меня идут пошли дичайшие после того как мне прокололи пузырь мне пошли еще сильнее схватки но мне уже было не было сил с ними справляться я там ору медсестру пожалуйста будьте со мной рядом я просто очень дикой девчонки боялась а медсестра у меня там ушла над как это 4 все будет нормально и я понимаю что у меня просто тупо сил нет и я периодически вот уже знаете вот состояние вот мы бы сейчас вот уже все в обороке в таком находилась в куматозе каком-то и приходит врач смотрит и говорит так что это я ему объясняю что я уже просто не могу у меня нет силы он говорит я понимаю что ты два дня тут с этими схватками то что тебя тут вовсю давно идет это родовая деятельность но горчу за фигня говорит вообще не понимаю орет звоните врачу с которым она договаривалась пусть он мне всю картину распишет что все тащите все документы доктор с которыми договаривались он просто трубку не брал кричала медсестра говорит не берет трубку а этот носится знаете пытается там что-то посмотреть еще потом он посмотрел по животу сказал что ребенок что-то как-то неправильно лежит но я уже все знаете состояние было мне то что я уже была готова попрощаться с этим миром потому что настолько уже была вымотана и самое что наверное мне простимулировала в крайний момент это когда вот этот доктор максим анатольевич наклонился ко мне и сказал такую знаете фразу замечательно трогай еще раз живот смотря на что как он говорит мне говорит вот срать что с тобой будет дальше ты уже пожила ты сейчас должна жизнь дать этому ребенку я хочу его достать оттуда живым я не могу тебя прокисорить потому что уже поздно потому что ребенок продавал их путях уже одни получится ты понимаешь говорит вот сейчас говорит время идет просто на минуты там на какое-то да и главное чтобы сейчас он мы его все-таки он вышел и был живым вот это ребят было самый сильный стимул меня потом они кое-как этом на это кресло закинули я уже там просто не чувствовала ног с этим что у меня есть определенная травма у меня просто отказали ноги и я понимала что вот в схватке все это чувствуется это не то что я работаю это все было бизнес тези без эпидуралки то есть понимаете это не в плане того что там да вот как ставит эпидуралку там ничего не чувствуется тут все чувствуется но ты еще понимаешь что ты там наполовину что-то ничего не нифига не чувствуешь организм своего ноги не чувствуешь что не можешь пальцами пошевелить тебя как-то все такое непонятно еще и и силы нет и вот постоянно тебя вот и сейчас вот куда-то улетишь и вот это все в совокупности я не знаю как это сейчас правильно описать но это было вот так вот и я помню то что там он делал все чтобы как можно скорее вытащить ребенка и он прям орал мне нужно скорее его оттуда вытащить и когда кирюшка родился когда уже все-таки он появился на свет он так знаете там что-то мягкнул мне сказать тогда вот мальчик и кирилл родился обвитый пуповины он был такой знаете как ребенок которому реально не хватало кислорода его быстренько обрабатывали я такая уже вся уходила куда-то там и вот тогда вот началось самое жаркое потому что под конец моей беременности на месяце седьмом мне поставили стали делать анализы из сделали такое сказали такое то что у меня резус-фактор плавающий еще несворачиваемость крови идет и в этот момент у меня после родов вот после того как кирюшка родился да вот у меня началось открылась кровотечение и доктору от максима анатольевича перед ним снимаю шляпу это просто человечище девчонки которые знаете у меня вытащил он помог мне точнее даже вот все в совокупности это вот он предпринял все меры для того чтобы помочь мне и кириллу и когда знаете мне положили кирилла на живот я поняла что я самая счастливая женщина на этой планете потому что у меня есть ребенок я стала мамой это невероятнейшее просто ощущение чувства и вот в тот момент у меня было знаете такое состояние легкого выполненного долга наверно так сказать и я на него смотрела на кирилла и его положили рядышком пришла педиатр она стала вы тут же осматривать тут возле меня скакали что-то прыгали брач там что-то кричал они там я уже просто смотрела на него и я понимала то что он у меня самый самый лучший и узнать и мне так вот не становилось так вот уже хорошо я как-то знаете начала уже видать полностью куда-то там уплывать меня до этого во время родов когда там что-то видать я куда-то улетала меня все медсестра стояла фигачила по лицу она меня била полотенцем мокрой тряпкой набила по лицу пыталась меня привести в себя она орала куда собралась тебе нельзя еще не еще не время еще не сейчас а я ничего понять могу чё на мне все бьет не там больно тут меня бьет и вот когда кирюха уже все родился его положили на этот финальный столик она опять меня фигачить да что ж такое и вот потом уже меня перевели в реанимацию а так как был в этот в это время был роддом очень переполнен и я хочу сказать то что его положили рядом со мной привезли меня медсестры на этой кушетке перетащили туда ребенка рядом и мне просто объяснили не давай сделаем так у ребенка говорит сейчас все нормально все стабильно ты лежи здесь мы сейчас к тебе пришлем медсестру которая за тобой будет смотреть ну просто как бы и знаете еще да когда кирюшку принесли вот на 100 положили я лежала я там каких-то укулов кучу натыкали какие-то капельницы я слышу то что он у меня как-то это вот подзадыхивается видать наглотался у меня там я слышу подзадыхивается я вот знаете вот я не знаю вот это вот я не знаю как это назвать ребят но я соскребаю себя с этой кушетке это уже было под утро я его кирюшку родила в 045 это был самый счастливый момент когда появился мой сын наш сын на этот свет и вот уже наверно часиков 5 может быть в 6 где-то так на часиков 5 это было может даже в 6 я вас когда в реанимации лежала слышно что кирилл как-то не хватает кислорода может даже 5 было но не помню девчонки уже там прошло время и я выберу я понимаю то что ребенок у меня как-то дышит странно я выберу встаю кое-как с этой кушетке картина конечно знаете не самая классная беру из кушетки встают с этой кушетке с кровати подхожу к ребенку беру его и узнаете вот как в том фильме это значит и держусь за стенку вот он у меня вот здесь вот я вот так вот к стенке прислоняюсь и кричу кто-нибудь медсестры а у помогите кричать сил нет видимо этом шепотом что-то делала и выходит случайно медсестра на меня увидела там кровь вот это все такое она такая печете сделаешь игру меня ребенок непонятно дышит вы посмотрите пожалуйста его она его забрала меня туда отвели все убрали ко мне подходит медсестра который вот там дежурил она на меня так смотрела и говорит вот я гордащи тебя говорит хренеют у меня ни разу таких не было роженик здесь никогда ты лежишь в реанимации тебе нельзя вставать там тебе вот ну вообще нельзя то есть ты потеряла много крови у тебя тут такой врач написал то есть и вообще нельзя вставать от игорь соскочила взяла ребенка и побежала грудь девочки это мой сын и я хочу чтобы у него все было хорошо не год и вовремя ребенок действительно у тебя наглотался ему плохо сделали отсос от этой слизи ему нужно было и повторно то есть побольше сделать все слезь убрали и на утро пришла педиатр еще раз осматривала кирилла и тогда вот она мне сказала то что кирилла голова вся в гематомах шишках и то что да действительно она подтвердила то что два дня ребенок убился пытался родиться пошел по родовым путям и получилось то что то что мне ставили останавливало рода то есть ребенок шел в родовые пути под стимуляцией тех уколов которые мне делали шейка матки приходила в то состояние когда она не пускала дальше ребенка проходить и он ударялся об тазобедренные кости об эти все вот косточки которые и вот так узнаете туда-сюда обратно ходила того что еще и гипоксия было то что ему не хватало воздуха то есть он мучился это что обвиты пуповины вот это все знаете ерунда я только могу сказать дай бог мудрости тем врачам которые вот себя так ведут по отношению к первородкам потому что я же первый раз рожала откуда я чё знаю как вообще там что вот у них вот такое вот дай бог мудрости таким людям таким врачам потому что все-таки надо быть чуть мудрее и медсестра потом потом знаете вся больница ко мне практически там медсестры приходили помню пришли пришла одна санитарка узнавать как у меня дела я не так еще как ты что у тебя про что так это вся патология за тобой переживала потому что все видели как ты эти дни мучилась как врачи игнорировали и все ведь роженицы там уже просто на измене родила жива не жива все хорошо и когда говорит я она и потом уже это приходит санитарка говорит я пришла говорит в патологию рассказала девчонкам все порадовали всем пожелать все тебе пожелали ребенку здоровья чтобы вот он рост я здоровым и умным и знаете девочки хочу сказать одно наверное это испытание в жизни не самое лучшее и беременность не самый лучший момент в плане испытаний в моей жизни видать я должна была это пройти и сделать для себя выводы по отношению к людям по отношению сделать провести знаете вот это вот параллель ценности в жизни и насколько ценен ребенок вот это все далось и самое одно из самых важных конечно и главных то что кирюшка все-таки родился то что он с нами со мной я с вами здесь вещаю периодически то есть стараясь тут для вас какую-то полезную информацию вести значит все таки осталось в этом мире для того чтобы быть полезной правильно то есть не просто так для чего-то меня здесь оставили и я вот с вами нахожусь и наверное нужно и вам советую никогда не пытаться опускать руки нужно всегда двигаться дальше и при любой ситуации просто биться и двигаться так что вот девочки вот такая вот у меня история если вы досмотрели это видео до конца конечно вы большие молодцы я перед вами разоткровенничалась на самом деле знаете вот прям до слез это все вспоминать но это это то мое сокровенно этот мой опыт жизни который которым я хотел с вами поделиться на самом деле потому что девочки будущие девочки будущие мамы вы должны понимать и насколько это здорово быть мамой если вашей жизни вам боженька послал ребеночка радуйтесь этому моменту и благодарите бог потому что дети это все таки как там говорится да мы предполагаем бог располагает и все таки детей нам посылает сверху боженькой поэтому любите цените и если вам боженька дает двоих детей троих детей значит вы можете это сделать у нас сейчас один кирюшка но самый желанный так вы знаете прям выстраданный ребенок который я выстрадала вот через он не очень тяжело дался и я очень сильно люблю поэтому понимаете то что я рядом с ним он всегда рядом со мной и я вот за него готова просто порвать любого кто бы там не стоял я за него порвала потому что это мое дитё это наше дитё наш с мужем сынок да и это просто это это гордость моя я очень горжусь тому тому что у меня есть сын то что я стала матерью именно вот этого мальчика я ему очень благодарна то что родителями он выбрал меня меня и моего мужа я могу это постоянно всегда говорю говорю большое спасибо сынок что именно меня и нашего папу ты выбрал то что именно нас ты выбрал себе в родителях так что оставляйте девчонки свои комментарии мне будет интересно узнать ваше мнение понравилось ли вам как вы думаете стоит вообще такое выносить рассказывать нужно ли это рассказывать и вообще какая история родов была у вас беременности как все протекал как выражали легко быстро сами очень интересно знаете а я решила перед вами сегодня в общем по откровенничать не забывайте конечно поставить лайк если вам понравилось данное видео до кликайте колокольчик если вы подписаны мой на мой канал на вам не приходят уведомления и оставляйте комментарии конечно они очень помогают видео как то чтобы было видно просто подождите ребёночка да и он придет да вот так вот вдох и выдох и вы родите все девочки мы с вами сейчас попробуем прощаемся увидимся скором будущем новым видео всем пока пока с вами была кирюшка с вами был кирюшка и я его мама ирина люблю вас пока пока